Во время зимних каникул дети наиболее подвержены инфицированию ОРВИ, ОРЗ и гриппу. Во избежание возможных осложнений необходимо своевременно проводить профилактические мероприятия. Заведующая поликлиническим отделением детской больницы Лариса Ханикаева отметила, что с начала 2020 года поток маленьких пациентов составили те дети, которые не были привиты вовремя. Каждая вспышка заболеваемости начинается, как правило, с заболевшего непривитого ребенка. За выходные дни с 1 января по 7-й в амбулаторно-поликлинической службе было обслужено 43 больных. Обратившиеся к нам пациенты – это дети, которые против вируса гриппа не были привиты. За минувшие дни амбулаторные обращения были в приемные отделения, а также были и направлены на госпитализацию. Однако порог обращений в сравнении с предыдущими годами не превышается. За первый рабочий день января было около 40 обращений с жалобами на респираторно-вирусные заболевания, такие как танзелит, фаренгит и ренит. Но ничего серьезнее этого нет, сообщила Ханикаева. Убедительная просьба к родителям болеющих детей в детские сады не водить. Чтобы не было контактов с инфекцией детей друг с другом. Очень важно. Наш персонал, даже педагоги, няни, медперсонал – все предупреждены. Но, к сожалению, уследить утром и провести утренный осмотр всех детей невозможно. Сегодня в мире существует проблема и так называемой вакцинной нерешительности. С каждым днем возрастает недоверие родителей к иммунизации своих детей. Неточная информация подогревается страшными легендами из недостоверного источника и поступает к незрелым, новоиспеченным родителям, ввергая их в состояние шока. А укрепление родительского доверия к иммунизации затрудняется по причине отсутствия конструктивных диалогов между родителями и медицинским персоналом о значимости вакцин и незначительности рисков. Марьяна Чочиева, Александр Кочиев. Информационный выпуск. Сегодня.